Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня, как и в коженчестве, будем пролутывать кучу знаний. Сделаем это довольно-таки за короткий промежуток, за часик. Для вас, конечно же, видео ускорено. Вылутаем 100 знаний. Делал это я через просмотр экрана, через другой аккаунт. У меня просто-напросто алхимика пустого уже не имеется. Моя кошка-жена помогла мне в этом деле. Она зашла на охотника и раскачивала алхимию с нуля. Для начала мы обязаны прокачать профессию до 25-го навыка. Делается это с целью того, чтобы нам с мобов могли дропаться знания. И также это делается с целью того, чтобы мы могли открыть специализации. Изначально было решено изучить теорию алхимии. Теория алхимия — основная вкладка, основная специализация. Центральный талант позволяет нам увеличить мастерство абсолютно во всех крафтах. А различные другие подспециализации позволят нам экономить на ресурсах или же больше их производить, по типу дракотиста. А если мы вкачаем гнилологию, то мы будем получать меньше урона при использовании токсичных флаконов и зелий. По прокачке профессии имеется много различных руководств, но я скину в описании к видосику именно ту ссылку, тот гайзик, который использовался при прокачке текущей алхимии. Да начнется пролудка знаний. Изначально мы летим в берега пробуждения. Рядом с подземелем первого сезона, рубиновой омутой жизни, мы найдем учителя алхимии, который просто так даст нам немножко знаний. В тот момент, когда мы еще вылутываем ки-либо знания, мы получаем рвение мастера, которое в будущем нам еще пригодится. Также я очень сильно надеюсь на то, что хотя бы на каком-то персонаже на вашей учетной записи имеется пятый уровень известности у драконьей экспедиции. Ведь именно с этого момента можно покупать лопатки. Лопатки нам нужны с целью того, чтобы копать почву. С этой почвы, сумок различных, мы будем получать два знания в неделю. Летаем, лутаем. В целом не нужно вылутывать много контейнеров для того, чтобы получить два знания для своей профессии. И после этого мы начали аннигиляцию элементалей. Находятся они в берегах пробуждения. Все координаты на протяжении всего видосика видно на экране. Присмотритесь к ним внимательно. Возможно, для вас это будет превосходнейшее место, и вы будете им пользоваться. Также имеется превосходная рекаура на профессии, которая покажет вам те знания, которые вы можете получить в эту неделю. Само собой, ссылочку на все вашки я закину в описании к видосику. Используя модификацию Handy Notes с модулем Dragonflight, мы можем видеть различные сокровища. И сокровища, связанные с профессиями, не исключение. Ищем иконку алхимии на карте, летим и забираем сокровища. Это уникальные сокровища, которые имеются в каждых локациях. Они дают по три знания. Собрать их можно только единожды. Поэтому летаем абсолютно по всем этим сокровищам и лутаем их. После получения первого сокровища в ледяной зоне в берегах пробуждения, мы летим в зону осады крепости драконий погибели. Там находится второе сокровище. Перелетаем в равнины Анары, и в правом нижнем углу глубоко в пещере будет еще одно сокровище. Пролутав его, мы также получим три знания. В равнинах Анары было всего лишь одно сокровище. В лазурном просторе чуточку побольше. Прилетаем по указанным на экране координатам, и для начала убиваем гниющих древней. Это наша викли-активность. Мы должны вылутать с них синий предмет, знания. Таким образом, получим одну единичку знаний. Древней маловато, быть может нам придется прыгать по заранее собранным группам, но, быть может, вам повезет, и также в второй пачке мобов вам выпадет нужный предмет. Также рядом с этими деревяшками находится уникальное эпическое сокровище. Конечно же, пролутываем его. В правом верхнем углу лазурного простора находится фуллборге. И рядом у них с кижиной, рядом с горшком имеется еще одно сокровище, уникальное, которое, конечно же, мы вылутываем, и получаем три знания для нашей алхимии. Открываем глазки, внимательно смотрим, где находится этот горшок, и просто-напросто забираем его. Для того, чтобы получить следующее эпическое знание, мы должны сыграть небольшую игру, а именно пройти небольшой ивент, притащить три раза игрушку в котел. Ивент немножко поменяли с целью получения знаний, потому что посчитали его негуманным, каким-то слишком жестоким, но, короче, по разным координатам, по разным точкам будет лежать игрушка. Эту игрушку нужно притащить сначала, например, в желтый котел, потом в фиолетовый, потом в синий. Если цветов не различаете, то сначала в левый, потом в центральный, потом в правый, или вообще в любой последовательности. Одну игрушку в один котел, второй во второй, третий в третий. Таким образом, только после этого мы получим нужное нам знание. Бегаем, ищем эти игрушечки, они появляются в разных местах, и просто-напросто тащим к котелку. Если сделаем все правильно, если над котлом появляется фейерверк, над одним, на вторым, на третьем, то в сумку мы получим нужное нам знание, нужный нам предмет. Лутаем последнее знание, которое находится в Тальдразусе. Нужно вновь открыть глазки, нужно приглядеться. Сокровище нужное нам находится в рове. Перед тем, как отправимся в Заралек, возьмем еженедельный квест на нашу профессию, который отправит нас в изумрудный сон. Также возьмем знания у Драконида, так как у нас имеется союз Вальдракена прокачанный. Если бы он был прокачан еще больше, мы бы получили еще и вторую книжку. Даются книжки за 14-й и за 24-й реноун. И у кентавров Моруук тоже мы можем получить алхимические книжки. Но тут не был прокачан реноун, поэтому к кентаврам мы даже и не прилетали. Также за ровение мастера мы купим учебники. Они покупаются за прокачанную репутацию у консорциума ремесленников. Требуется прокачанная фракция, это хотя бы на одном персонаже на учетной записи. Делается это легко, используется контракт и просто пылесосим абсолютно все локальные задания. Само собой на Хулмане, под ярмарку Новолуния, это все делается намного быстрее. Находясь в пещере Заралек, мы вылутываем 3 сокровища за 2 минуты. Таким образом получаем целых 9 знаний за 2 минуты. А если у нас имеются припасы, если у нас немножко раскачан реноун с ламскими нифами, то мы можем купить дополнительную книжку. У них в лагере Интендант продает различные книжки со знаниями для профессий. Выгодное вложение, но на видосе об этом забыл. Но хотя бы во время обработки вспомнил и сказал вам эту умную мысль. Отправляемся в изумрудный сон и выполняем еженедельное задание, которое нам нужно. Добыть следует 8 золы. Убиваем мобов, аннигилируем их. В изумрудном сне имеются 3 эпических уникальных сокровища. Единожды лутаем их и забываем о них. Пролутываем суммарно 9 знаний. Первое находится в этой лаве, где мы делали еженедельный квест рядом с элитным скорпионом. Аккуратно обходим его или же просто-напросто уничтожаем. Вылутываем корешок. Получаем 3 знания. Далее спускаемся в пещеру. Там еще локалка багнутая была на старте обновления. Пробегаем, перебегаем через всю эту пещеру и вылутываем нужное нам сокровище. Пролутываем еще 3 знания. Следующее третье знание, третий контейнер, находится рядом с озером. Спускаемся вниз, пикируем и вылутываем оставшееся третье эпическое знание. Таким образом, мы вылутали просто кучу знаний и можем позволить себе неплохую прокачку. Также внимательно смотрим на то, куда нам нужно сдавать еженедельное задание. Быть может, его нужно сдавать именно в этом узумрудном сне. Просто-напросто, с целью того, чтобы два раза не тэпаться тудым-сюдым, мы внимательно это все смотрим и сразу чекаем, куда нужно сдать задание. После того, как мы получили очень-очень много знаний, летим к учителю алхимии. Обучаемся новым крафтам, раскачиваем профессию до 50 путем крафта экспериментов. В момент экспериментов мы получаем новые крафты. Эти новые крафты, конечно же, тоже делаем и таким образом мы получаем знания. Знания позволят нам прокачать мастерство, находчивость, перепроизводство, кучу всего полезного, да, мы можем получить. Само собой, все прокачиваем, то, что нам нужно, прокачиваем навык алхимии, делаем дальше эксперименты, делаем еженедельный квест. На текущий момент нужно принести масло, не забываем об этом, потому что это просто-напросто халявные знания. Для алхимии нужно не так много знаний, а мы получили целую сотню за час. Это нереально крутой результат. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. И если вы используете токсичные флаконы или зелья, то при прокаченной гнилологии у вас никогда не произойдет подобных ситуаций. профессии есть вкладки, блядь. Открой мне специализацию и справа сверху третью, скриншот не дай. Сколько раз повторить еще надо, блядь? Пошла, ёбка, за профессией, нахуй. То есть у тебя, еблана, не вкачана гнилология? И ты играешь, блядь, нахуй, смай... Ой, ёптва... Оооо, бля, мне плохо, нахуй. К следующему РТ я не знаю, как нахуй, что ты там будешь делать, блядь, чтобы у тебя... Вот эта вкладка теории алхимии и гнилология была прокачана, блядь, на фул. Я, нахуй, до субботы, блядь, жду, нахуй, скриншот. Не дай бог, этого, блядь, не будет. Дебилоид, блядь. Не знаю, как ни фласка, блядь, работает, ни под...